МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Передвижной храм во имя архистратига Михаила передала Белгородская митрополия бойцам 1-й славянской бригады, где служит особенно много добровольцев и мобилизованных из нашей области. До СВО церковь на колесах совершала миссионерские экспедиции по отдаленным регионам России. Сейчас, по благословению владыки Иоанна, она будет находиться в зоне СВО. Символично, что этот уникальный храм по заказу Белгородской митрополии был изготовлен в Донецке еще в 2004 году на местном металлургическом заводе. И спустя 20 лет вновь вернулся на эту землю. Автохрам транспортируется тягачом и содержит все необходимое для совершения божественной литургии, крещения и венчания. Присутствовать на богослужениях одновременно может более 50 человек. Храм так устроен, что разбирается и устанавливается за несколько часов. Все убранство выполнено в соответствии с традицией устройства православных храмов. В нем есть даже звонница. А молиться приходим все, неважно от чьи названия, должности. Все перед Богом равны, только у каждого разные пред Ним ответственности перед людьми. Конечно, почему, когда приходим в храм? Когда поговорить даже. Есть такие в жизни обстоятельства, когда их можно принести только к Богу. Ни с кем даже иногда не поделишься, а прийти только в молитве личной, сердечной, той скрытой, о которой никто не знает, принести ее к Богу. И для этого нужен храм, чтобы приходить на молитву, а что такое молитва? Богообщение. А как к воинству нашему, особенно подразделениям стрелков, штурмовым подразделениям, где воинство служит жертвенно, жертвенное служение. На самом деле церковь так и называет воинское служение, служением жертвен, то есть мученическим. И спросить помощи, сил, укрепления, не только сил телесных, но и сами знаете еще силы духовных. И спрашиваем у него помощи и благословения. Будем стараться в этом храме просто с хорошей такой сердечной любовью встречаться, кто пожелает молиться, креститься, братьях павших помолиться, воскресным дням литургии услышать, кто пожелает прийти поисповедоваться. Все в таком братском общении, встретиться, пообщаться, послужить. Будем стараться к этому храму, как к своему домашнему относиться, он будет с нами идти дальше, куда нас воинская пресиара поведет. Лазерное оружие, проектор, онлайн-мишени. В СТИНИТУ МИСИС открылся мультимедийный тир, оборудование при поддержке фонда «Поколение». Все это часть большого проекта, связанного с военной патриотикой. Студент Коксман в стрельбе готова. Студент Могутин в стрельбе готова. Студент Шамшина в стрельбе готова. Настя Шамшина стрельбой увлеклась, поступив в колледж. Сейчас уже выигрывает областные соревнования и все свободное время проводит в тире. Мне очень нравится, потому что раньше у нас был тир только на одного человека. И мишень там была только для подготовки ГТО. А на этом тире у нас есть разные сценарии, то есть и армейская, и полицейская стрельба. Разные локации тоже. С разной дистанцией можно стрелять также. Электронный тир от фонда «Поколение» Андрея Скотча студента освоили быстро. Стрельбой занимаются 40 юношей и девушек. В отличие от традиционного тира, здесь не требуется спецусловий звукоизоляции. Камера-детектор считывает попадание лазера в мишень, которое проецируется на экран. Главное преимущество – безопасность. Никаких рикошетов быть не может. До четырех стрелковых мест одновременно мы можем тренировать большую группу студентов. Очень востребованно. Им очень нравится. Особенно, когда есть много вариантов сценариев. Когда они постреляли, одну смотрю, утомились чуть-чуть. Я им включаю другой сценарий. Им нравится, увлекаются. И мы бываем тут по несколько часов проводим. Среди студентов МИСИ снимало обладатели золотых значков ГТО. Большое внимание в УЗИ уделяют начальной военной подготовке. Здесь учатся владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь, а теперь еще и оттачивать навыки стрельбы. Ребята поблагодарили Андрея Владимировича Скотча за современные тиры. Попросили передать ему футболку с символикой студенческого клуба. Фонд «Поколение» и университет связывают большая и такая неформальная дружба. Не только потому, что Андрея Владимирович Скотч, руководитель фонда «Поколение», является почетным профессором, но и многие выпускники, многие ребята, которые сегодня учатся, которые уже выпустились, они вольно или невольно наши деятельности пересекаются. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи уже много лет остается важнейшим направлением работы фонда «Поколение». Сегодня выполняем поручение нашего руководителя Андрея Владимировича Скотча, депутата Государственной Думы. Открытие этого тира – это как раз тот большой проект, который связан с военной патриотикой. На территории Белгородской области у нас созданы условия для того, чтобы будущие защитники Отечества имели возможность себя подготовить к защите Отечества, к службе в армии. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Стали известны даты проведения школьных госэкзаменов в Белгородской области. С 21 мая по 2 июля пройдут основные испытания для девятиклассников. Их в Старо-Оскольском округе в этом году 2857 человек. К сдаче ЕГЭ с 23 мая по 5 июля готовится около 1011-ти классников. Пересдать один из предметов в случае неудачной первой попытки можно будет 4 и 5 июля. Но прежде нужно подать заявление в срок до 1 июля. У выпускников приграничных районов есть выбор – получить аттестат на основе текущих оценок, либо все же пройти государственную итоговую аттестацию. В области организованы горячие линии по вопросам проведения экзаменов для выпускников 11-х классов – 84722-3576-30, для девятиклассников – 84722-357606. Апрель по праву называют самым чистым месяцем в году. Субботники – почти каждые выходные. В стороне от экологических акций не остаются и большие коллективы. Улицу Подгорную, расположенную по соседству с офисом, привела в порядок компания «Сибагра». Уже не в первый раз дружная команда сотрудников Белгородского свинокомплекса «Сибагра» принимает участие в традиционном весеннем субботнике. Ежегодно участники столь необходимой экологической акции очищают от скопившегося за зимний период мусора и прошлогодней листвы не только территорию вблюзи производственных объектов, но и приводят в порядок городские участки Староскольского округа. В числе эковолонтеров – сотрудники самых разных подразделений компании. Грабли, веники, лопаты в руках бухгалтеров, юристов, коммерсантов – в такие дни смотрятся органично. Дело общее. Задача одна – сделать среду обитания лучше и чище. «Сибагра» проводит проект «Переходим на зеленое» во всех регионах своего присутствия, в том числе в Белгородской и Курской областях. В рамках этого проекта проводятся экологические мероприятия. Проект направлен на защиту окружающей среды, поддержание чистоты в городе. Участвуют в проекте в основном добровольцы, люди, которые работают в нашей компании. Работа есть всегда. Разве это плохо, по повелению души, прийти и навести порядок в своем городе? Обязательно нужно помогать городу, потому что мы в нем живем, мы часть этого города. В обязательном порядке нужно помогать. У нас очень дружный коллектив. В компании «Сибагра» работают очень доброжелательные люди, которые рады помочь городу. Естественно, это правильная традиция, это необходимо для того, чтобы поддерживать город в опрятном состоянии, помочь и жителям, помочь коммунальщикам. Всегда рады. Это очень хорошая традиция. Будем ее поддерживать всем коллективам. Сотрудники «Сибагра» очищали от мусора улицы, прилегающие к офисному зданию. К сожалению, недобросовестные земляки нередко бросают здесь бутылки и пластиковую посуду. Упаковки от пищевых продуктов и пакеты. Рельеф местности не самый простой. Но вместе любая работа спорится. Принять участие в субботнике, конечно, для нас тоже большая честь. Мы же около дома убираем у себя, мы в квартирах моем весной всегда окна и создаем уют. Это тоже для города. Мы свою посильную вкладку вкладываем в это дело. Когда чисто, красиво, очень приятно на душе. Это наш город. Мы здесь работаем, живем. Поэтому, когда вместе, и такое благое дело, конечно, очень здорово. Сделать город чище – это такое доброе дело. Ну вот машину мусору набрали, будет теперь чище. И так бы все делали, не забывали эти традиции. В ходе субботника экоактивисты компании собрали десятки мешков с мусором, которые затем увезли на утилизацию. Чистота вокруг – это еще и повод для отличного настроения. Особенно, если порядок наведен собственными руками. Ответственное отношение к окружающей среде – ценность, которую разделяют все работники компании. Евгения Ташманова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Старооскольский ЦМИ принял у себя финал чемпионата Белгородской области по компьютерному спорту. Более 600 участников соревновались в пяти дисциплинах. За компьютерными баталиями наблюдала наш корреспондент Анастасия Проурзина. Белгородец Богдан Коэн в Counter-Strike играет уже 8 лет. Признается, благодаря опыту может отыграть на любой позиции карте. Главное – слаженная командная работа и продуманная стратегия. Именно это и помогло команде Богдана стать победителями гранд-финала в своей дисциплине. Каждая игра у нас отдельная. Каждый пистолетный раунд начинается с какой-то заготовки. Дальше мы отталкиваемся от проигрышного раунда или от победного. Если победный раунд, просто продолжаем бегать пятером и давить оппонента. Если проигрываем, собираемся и давим в следующих раундах оппонента. На самом деле, каким бы ты сильным игроком не был, если ты будешь играть малое количество времени в будущих играх, если будут возникать соперники в вашем уровне или вас сильнее, всегда будут начинаться проблемы, неважно в какой игре. Даже в выигранной игре могут быть проблемы с коммуникацией, не говоря уже проигранных, где коммуникация решает 50% исхода игры. 27-летний белгородец Александр Шалабанов в местных и онлайн-турнирах участвует с 2015 года. Счётчик киберспортсмена показывает 20 тысяч наигранных часов. В финале сражений в Дота-2 его команда взяла первое место. Играю на третьей позиции. И так сложилось исторически, давно уже эту роль практикую. Ну, просто нашёл себя как-то на ней, и в команде этой в том числе. В первой встрече, в первом БО-3 мы придерживались в основном стратегии фаст-пуша. Ну, давили оппонента на линиях и брали героев, которые быстро работают по объективу. В принципе, удалось это реализовать. Павел Калашников – трёхкратный призёр России по компьютерному спорту. На областных киберсоревнованиях вышел в лидеры и теперь представит наш регион на чемпионате России. Я в 2021 году зарегистрировался на чемпионат России просто за компанию. В итоге стал финалистом, вышел в призы. И с тех пор понял, что, наверное, имеет смысл уделить этому чуть-чуть больше времени, чем обычно. Любимый персонаж – рестлер-кик. Приёмы любимы у него все. Но он может охвастаться обилием красочных и интересных захватов. На гранд-финал «Старый Оскол» съехались более 600 участников со всей Белгородской области. Они состязались в пяти дисциплинах – тактический трёхмерный бой, боевая арена, файтинг, стратегии в реальном времени и тетрис. Киберспортсменов приветствовал губернатор Вячеслав Гладков. Цифровой мир – это даже не какое-то будущее, это уже сегодняшнее настоящее. Поэтому вкладываем деньги в оборудование, делаем не только ремонт, а приобретаем технологии. Мы стараемся внедрять новые образовательные программы в школу. Что мне очень нравится, что появились игры будущего, где вот этот симбиоз компьютерных игр вместе со спортивными играми. Это тоже правильно, да. И родители точно стали немножко поспокойнее. И мы в Белгороде, Старом Осколе в ближайшее время, точнее в этом году, две фиджитал-площадки открываем. И я надеюсь, вы на них будете частыми гостями. Площадкой для киберспорта стал Староскольский ЦМИ. Финальные турниры прошли на сцене. Каждый желающий мог понаблюдать за напряженной борьбой за звание лучшего игрока из зрительного зала. У нас очень сильные ребята, которые уже не раз выходили на Центральный федеральный округ. И также есть трижды призер России по игре Текин-8. Один из сильнейших, в принципе, могу сказать, что в Черной Земле, потому что они уже показывали себя на всероссийских этапах. За ходом соревнований наблюдал куратор Федерации компьютерного спорта России Бауржан Коканов. Главная задача Федерации компьютерного спорта России – это информационное и развитие регионов. Киберспорт должен развиваться не только в Москве, а в других регионах и так далее. В Белгородской области отлично ребята себя показывают. Во-первых, в 2022 году прошел финал чемпионата России в Белгороде. Это было уникальное событие и масштабное. Соответственно, ребята каждый год показывают отличные результаты. Победители и призеры войдут в сборную Белгородской области. Финал чемпионата России по компьютерному спорту пройдет в конце июня во Владивостоке. Анастасия Проурзина, Павел Казакевич, Елизавета Очкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Южный циклон буквально развернул климатические пояса. Разница температур на одной широте достигает 30 градусов. В то время как в Смоленске около нуля, в Татарстане столбики термометров доходят о плюс 30. Ну а у нас на этой неделе погода напомнит зебру с ее контрастными полосками. Нынешнее похолодание вскоре вновь сменит потепление. Но завтра погода все еще не слишком комфортна. 23 апреля в Старом Осколе и Губкине всего 12-14 выше нуля. Ночью плюс 3-7. При этом облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Давление повышенное 752-753 миллиметра. Магнитное поле спокойное. Последняя ночь растущей луны перед полнолунием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok